Мой дружок пирожок, ищешь где можно быстро, без обмана, ибано прокачать свой аккаунт? А? Загляни ко мне в группу по прокачке. Делаем все быстро, качественно, и недорого. Прокачим твой аккаунт как на ПК, так и на PS4. Всего за 299 рублей ты можешь стать богатым в GTA Online. Первая ссылочка в описании, переходи по ней, и заказывай самую надежную прокачку. Привет мой дружок пирожок, Павлик растет и качается, но не так быстро как хотелось бы, он уже чувствует что нужно двигаться вперед, иначе можно так и остаться гнилым бананом. Байк уже не держат, задания на время все сложнее и сложнее. Конечно можно было бы взять у кого-нибудь погонять быстрые тачки, но друзей у Павлика мало, да и когда они ему звонят, он просто смотрит на телефон и ждет когда же уже прекратятся звонки. Паша Райо бился по Лос Сантосу, даже поучаствовал в бизнес схватке и беспрепятственно доставил транспорт заработав на этом двадцатку и несколько тысяч опыта. Летал с парашютом, убивал водителю Бер Блэк которые ошибались подъездом, и даже побеждал в соревнованиях, в которых вообще никто не участвовал. В общем же туха была у него такая себе, постная, с привкусом соленого творожка. Но все изменилось, когда местная шпана согласилась на шкрепсти денег со всех закладок и заплатить за удержание территории Грауф Стрит. Так Павлик узнал, что можно заработать на своих умениях. Ему поступало множество предложений, но выбрал он именно Грауф Стрит. Потому что враги, это тощие негры, которые убиваются на раз-два. Проходить выживание в одиночку, это самоубийство. И хоть количество противников не так много как если удерживать территорию с командой, все же лишнее мясо не помешает. Но только если это мясо не начального уровня. В этой ситуации Павлику было конкретно тяжело. Во-первых из-за непрокаченной стрельбы у него было мало патронов. Но во время выживания эта стрельба очень слаба, но прокачивалась. Во-вторых союзники с каждой волной дохли все быстрее и быстрее. И Павлику ничего не оставалось. Как спрятаться за старого американца и отстреливаться от врагов за ним. Хоть стой, хоть падай. Но после очередной волны кровища было столько много, что любой клубешник из Блэйда позавидовал бы. Но дело пахло пиздецом. А не кислым металлическим запахом крови. И вот уже шестая волна. Наглый тощий негр просто выдавил Павлика с нагретого местечка. Ну а что делать Павлику? Не получать же маслины в мягкое место. Он решил съебаться на задний двор. Негр тоже решил съебаться. Но пал как селедка. Павлик остался совсем один. И у него было мало шансов. Негры давили его со всех сторон. И тогда Павлик решил рискнуть. И очень ебать его в сраку зря. И хоть он умер как белый человек. Все же застрелили его черные парни. И вот она. Достигнута только шестая волна. Слезы слюни сопли. И всего лишь 28 бачей и 2550 единиц респектов от пацанчиков зеленой рощи. Что же делать? Дают двойные выплаты. И все так хуёво. Прошло почти 20 минут. И по сути жопу рвал как раз только Павлик. Но выход есть. Позвать на разборку прошаренных пацанчиков и вывести пурпурных на чистую воду. Естественно это сделать невозможно. Так как в выживаниях я поставил бесконечное количество волн. Но поверьте мне. Долго вы не продержитесь. Тем более с тем количеством вооружения. Которое было у Павлика. Первые несколько волн Павлик вообще не успевал даже ничего сделать. Все делали за него. А он просто сидел и наблюдал. После все же приходилось участвовать в перестрелках. А я напомню что на этой неделе до четверга все еще действуют двойные выплаты за выживание. И если вы хотите на этом заработать. То нужно продержаться как минимум 10 волн. А после 10 волны начнутся реальные голодные игры. Где не будет ни брони. Ничего. И в итоге даже если вы не въебенный стрелок. Который шарит где и как нужно прятаться и как отстреливаться. У вас по итогу просто напросто закончатся патроны и стрелять придется из пистолета. А из-за кривого спавна врагов вы можете об 3 водномиться. Так как они могут заспавниться на открытой точке и сразу же начать стрелять в вас. Достаточно будет по одному попадание от 3-5 человек и вы уже труп. Ну вы и сами знаете как это бывает. Чувак выскакивает из-за стены. Не успел ты понять что он перед тобой. А он уже тебе снес всю броньку и еще хп подзабрал. В общем добрались мы до 11 волны. Павлик уже пал. Но никто не сдавался. И тут вспомнил Red Dead 2. Когда играя за Артура попытался пробраться в пустыню. И хоть я всегда использовал тоники. Все равно Артур умер. Да, именно там и умер даже не от выстрела. А просто так. Будто коронавирус в нем заставил организм захлебнуться в собственной жидкости. Так и тут. Несмотря на замкнутое пространство. Одна маслина все таки проскочила и умертвила Дивулю. Выживание считается пройденным. Если смог отстоять хотя бы 10 волн. Мы же добрались до 11 и получили за это всего 100 тысяч баксов. Играя при этом около 30 минут. И хоть ты понимаешь что эти бабки можно было заработать просто проехав триал на время. Все же это не такие плохие бабки. Если нет своего бизнеса. Исходя из логики подсчетов. Чтобы заработать 1 лямб. Нужно потратить на выживание 5 часов. Но проверять я этого конечно же не буду. Но это не точно. Ну а на этом все. Вот такой шальной выпуск про выживание с павликом получился. Всем бб, всем гг. Субтитры создавал DimaTorzok